Вчера ночью на Уралмаше расстреляны четверо, трое мужчин и одна девушка. Два сотрудника частного охранного предприятия Алексей Кривов и Эдуард Ярушин. Бизнесмен Юрий Газовский и его подруга Юлия Краснова. По 5-10 и более пуль в каждом теле. Из пистолета ТТ Тульский Токарева. Убийство на территории СМУ-16. Оно располагается уже в частном секторе на Уралмаше. Оконечность проспекта космонавтов, перетекающая в деревню Пышма. Космонавтов 181А. В субботу утром сторожиха, которая должна охранять объект, административный корпус СМУ в дневное время, к 8 утра прибыла на работу. Ворота оказались открытыми. Рядом с воротами с красными звездами и надписью посторонним ВС. Сторожевая будка, бывший контрольно-пропускной пункт. В КПП вход на территорию СМУ охраняли два сотрудника частного охранного предприятия «Криминалист». Сторожиха в будке обнаружила их расстреляны предположительно из пистолета ТТ, так как с места преступления изъяты гильзы именно от этого оружия. По 6-7 пуль выпущено в каждого из убитых. Погибли Алексей Криво в 21 год. Он вышел на смену в СМУ только в третий раз. И Эдуард Ярушин ему было 27 лет. Подошла к этому времени и утренняя смена охранников. Из «Криминалиста» и «805» сторожиха, и они вызвали милицию. При осмотре территории была обнаружена запертая автомашина «Вольво темно-зеленая», не поставленная на сигнализацию. Машина стояла рядом с корпусом, где находилась баня. В бане обнаружили еще два трупа. Бизнесмена Юрия Газовского и его подругу Юлю Краснову. Ему 31 год, ей было 19 лет. Они приехали отдохнуть в баню. Вечером в субботу, но не успели ни поесть, ни помыться, ни раздеться. Расстреляли. Экспертиза точно установит количество выстрелов, но около 11-14 выстрелов Газовского, 5 в девушку. Как известно, магазин пистолета «Тульский Токарева» на 8 патронов, калибра 7,62. Трудно представить, что один убийца мог позволить себе перезаряжать пистолет. Баллистическая экспертиза даст ответ, сколькими пистолетами располагал убийца или убийца. Проникнуть в баню нелегко. Металлическая дверь, фигурный замок, телекамера над дверью. Следов взлома нет. Об отдыхе Газовского в бане, очевидно, убийцы знали. Впустил бы он только знакомых, либо другой вариант убийцы, спрятался в бане, притаился еще до приезда Газовского с подругой. А охранников убил, покидая место убийства. ТТ предпочитают, кстати, пользоваться киллером. В общем, расстреляно более трех обоим. Массовых расстрелов на Урале не случалось около полутора лет. Последний прецедент – тагильский расстрел в бане. Пьяные криминальные разборки в среде приблотненной молодежи. 7 февраля прошлого года в сауне лыжной базы «Уралвагонзавода» пригородного района Нижнего Тагила из пистолетов Макарова застрелено шестеро и шестеро ранено. На территории ЖСМУ-16 расстреляно четверо. Юрий Газовский – более 11 пуль. Юлия Краснова – 5. Охранники Алексей Кривов и Эдуард Ярушин – более 6 пуль. Обращает на себя внимание обильное расходование боеприпасов. Если убийца был один, не иначе стрелял из двух пистолетов, как на Диком Западе.